Выключи эту функцию, пока не поздно. И это не шутка. Речь пойдет о функции, которая может уничтожить доступ ко всем вашим данным на диске в один момент. Многие даже не знают, что она включена. И именно в этом кроется главная опасность. Это битлокер. Встроенное шифрование диска в Windows 11. Оно якобы нужно для вашей безопасности. Система шифрует диск, чтобы защитить данные от посторонних. Звучит неплохо, правда? Но есть один нюанс. Если вы не знаете, что эта штука включена, не сохранили ключ восстановления, или просто решили заменить жесткий диск, обновить BIOS или отключить TPM, вы рискуете навсегда потерять доступ ко всем своим файлам. Без ключа расшифрования восстановить данные будет невозможно. По крайней мере, мне пока не попадался рабочий способ. Именно поэтому в большинстве случаев битлокер лучше сразу отключить. Особенно если вы часто меняете железо, не используете учетную запись Microsoft или просто не хотите рисковать. К тому же в последних обновлениях Microsoft стал включать битлокер автоматически, без вашего ведома. Проверьте, не работает ли он уже у вас. Сделать это просто. Откройте проводник и посмотрите. Если на значке диска есть замок, значит диск зашифрован. Чтобы отключить битлокер, щелкните по диску с шифрованием правой кнопкой мышки и выберите управление битлокер. После чего возле диска, у которого хотите отключить шифрование, отключить битлокер. Система начнет расшифровку. Это может занять некоторое время. После завершения диск станет обычным, без шифрования. На большинстве домашних компьютеров битлокер попросту не нужен. Он дает дополнительную нагрузку на систему и может сыграть злую шутку в неподходящий момент. Если вы используете компьютер только дома или не храните на нем что-то секретное, лучше отключите его, чтобы не потерять доступ к данным в будущем. Кстати, из-за битлокера не работают способы сброса своего пароля от пользователя Windows. И если вы его забудете, то с включенным битлокером не сможете его восстановить. Вот такая простая, но важная инструкция. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему стоит проверить эту функцию прямо сейчас. Спасибо за просмотр. Если вы нашли это видео полезным или интересным, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. Увидимся в следующем видео. Пока.